В чем проявляется гордость и можно ли ее не заметить? Ну, скажем так, что гордость – это основа всяких грехов, и она проявляется очень многостороннее. Ну, во-первых, конечно, когда мы думаем, что кто-то хуже нас – это такое грубое проявление гордости. Когда мы унываем и считаем, что мы ни в чем не состоятельны, и что жизнь у нас не удалась, и что мы такие, сякие, и нет нам ни прощения, ни какой перспективы – это тоже гордость, только наоборот. Когда мы не можем простить, у нас есть какая-то мысль об обиде, у нас есть вот это обидное, обидчивое расположение сердца – это тоже проявление гордости. Когда мы принимаем нечистые мысли, когда в душе поселяется какая-то страсть, а мы и потакаем – это тоже проявление гордости, потому что нам кажется, что жизнь как будто нам принадлежит. Что мы как хотим, так и будем ими пользоваться, будем получать максимальное от нее наслаждение, будто бы. И в этом проявление гордости. Поэтому, если человек начинает жить духовной жизнью и обращать внимание на свое душевное состояние, то, конечно, нельзя не заметить гордость. Но всячески с ней нужно бороться, потому что, если не бороться, то она разрастается, видоизменяется и бесконечно мучает и нас, и окружающих нас. Лучший способ бороться с гордостью – это ходить все время перед Богом, понимая, что жизнь, в которой мы живем, она принадлежит не нам, она Божья. Когда мы ходим перед Богом, когда мы говорим наши слова, молитвы, как во уши Божьи, когда мы живем, стараемся ставить себя как бы перед очами Божьими, тогда уже не до гордости. Потому что понимаешь свою немощь, понимаешь свою зависимость от Бога, добрую, хорошую зависимость. Понимаешь, как ты живешь, до чего ты доживешь. Понимаешь, что хорошо, что плохо. И видишь, что не только ты, и другие люди тоже немощны. И не надо никого осуждать, не надо никого обижаться. Потому что все мы из одной материи, и все мы имеем одно и то же. Ну и надо сказать, что очень важно замечать себе признаки гордости и не оставлять это без внимания, не пытаться это преодолеть. Потому что гордость предшествует всякому греху. Если мы останемся в нерадении о своей гордости, мы обязательно упадем в какой-то грех. А если будем часто надмиваться, часто грешить, то в конце концов мы уже пойдем не путем спасения, а путем погибели. Как сказано в Библии, что погибели и предшествует гордость и падение надмивности.